доброе утро как обычно уже восемь часов утра отвел ребенка в школу и соответственно проветрив мозги сообразил о чем буду говорить вот на самом деле в этот раз сообразил еще вчера быстро связи с тем что пришлось ушатывать ребенка в сон вот это общение в том числе там я сняла себя на полотнах там занималась на воздушной гимнастики тут это тут и соответственно все эти видео они как-то будоражит ребенка его там все под впечатлением творческим находится а соответственно и я понял для себя завтра обязательно напомню всем что в этом году принята новая международная классификация болезней мкб-11 то есть она 11 по счету и здесь уже есть и игровая зависимость по отношению компьютерным и так далее играм и соответственно цифровая зависимость то есть зависимость в принципе это время сидения в любом экране телефонном компьютерном телевизионном параллельно в двух или всегда в трех разницы нет но это такая нормальная история да мы давно уже привыкли уже начиная наверное с радио как только их на столбах стали вешать что есть какая-то посторонняя музыка там я не знаю там еще какая-то информация это фоном играет у многих это фоном в принципе нормальная тема им это удобнее понятнее и так далее тут то вопросов ничего не вызывает забыл фамилию этого замечательного музычины который рассказал такой подход как то если посмотреть вот с колокольни исторического развития на наши мозги и он предположил что есть мозги где-то на уровне пока там на планете жили только одни рептилии потом появились млекопитающие и вот теперь мы разумный человек ну то есть это вот прикидываете сколько там мозгов сколько там условно говоря рептильных сколько-то слой какой-то который сформировался пока в основном уже появились млекопитающие и сверху такой носовой платочек неокортекс это который собственно и делает нас разумными поэтому когда фильмах там говорят разным терминатором вот эти слезы там или наши сердечные эмоциональные и так далее переживания или желание там весенние обострения к совокуплению там это и делает нас человеком нет друзья мои это нас роднит с крокодилами и обезьянами и только вот то что этот носовой платок ради которого собственно мы и названы homo sapiens то есть обезьяна разумная там это образованные люди так придумали там разницы нет называется и так о чем цифровая зависимость в чем ее как эти говорят ботаники биологический субстрат то есть в чем собственно проблема то в чем проблема когда рука сломана ну как бы иногда даже видно в чем проблема а тут то ну сидишь ты в этих телефонах я хочу а биологический субстрат такой нормальные обычные люди которые там по той же программе в жизни живут что и испытуемые а у испытуемых есть еще там телефон компьютер и так далее то получается что вот у этих вот испытуемых одно количество нервных связей между клетками головного мозга то то есть нейроны вот эти синапсы то есть условно говоря тело лапки и вот эти друг с другом телефонные провода связи по проводам возникают а у людей которых все время экран включен у них на 10 20 процентов этих связей меньше и вот я с чего начал там что с одной стороны можно понять если просматривать человека там в эволюционном развитии в том числе научно-техническом то да все эти вот охотники собиратели как некоторые племена которые были там в двадцатом веке обнаружены там тем же сундаковым и так далее вот они собиратели и охотники да то есть вот это вот восприятие информации глазами и ушами ну только природных звуков да чтобы не получилось так что пока ты охотился на зайца ты для кого-то тоже стал зайцем ты прицелился из лука стрелять в куропатку а тут соблезубый олень на тебя сверху напал и съел понимаете вот то есть тут все время да восприятие да это могло стать инстинктом поэтому нам нормально когда мы слышим и понимаем что вот я тут пока режу эту самую строгаю картошку я слышу какие-то звуки это все нормально там музычка играет все под контролем все хорошо соответственно и вот эти вот в том числе психологические тесты когда на бумажке разного размера в различном порядке кверх ногами и по всякому напиханы цифры или буквы и вам предлагают быстренько их по порядку все вычислить там от одного до ста ну и вот а это ж камуфляж самый обыкновенный то есть когда вы смотрите на лес другие картинки детские и вам говорят ну найди здесь восемь гномиков ты думаешь какие гномики там понимаете да и вот они все сложнее и сложнее там люди определенных профессий да можно в интернете найти а вот пожалуйста вот тут на рисунке есть камуфлированный мужик с ружьем вот если ты его вовремя не найдешь тебе будет там вава будет головка болеть потом навсегда останется такая дырявая и вот такие пожалуйста рисунки да то есть чаще всего это вот к опасности соответственно следующая стадия контроль но раз я все контролирую здесь все пучком ну если оно заложилось сформировалось как говорят привычка там за 20-40-90 дней там формируется кто как там считает а когда это из года в год когда это из поколения в поколение все они там ходили там не то что привычка там у тебя программа понимаешь заложится в голову и соответственно потом следующий шаг как говорили советский союз это самая читаемая нация то есть надо было сидеть и куда-то пялиться все время и что-то там воспринимать и там что-то перерабатывать как-то другое дело что книжка это тоже камуфляж потому что видишь то ты за корючки а в голове у тебя целое кино смысла и все остальное то есть ты смотришь на лес слышишь звуки и ты для себя понимаешь что вот шелестящее это одно а когда-то кто-то на ветку наступает ага значит во всем этом шелестящем и мурлящем есть саблезубый олень ну надо значит в ту сторону лук развернуть и вот от этого зависело там как-то свои бонусы были в те времена и вот получается что реализация вот этих инстинктивных программ через книгу она все-таки предполагает тот же самый природный механизм то есть нужно посмотреть что-то непонятное потому что если любые книжки так открыть вот так сразу ты не скажешь без корочки и без картинок без всяких вот война и мир или какая-нибудь инструкция к водолазному костюму вот так вот сразу не скажешь хоба хоба что это было ну так вроде как надо же читать вроде как так то какая хрена разница они из одних и тех же букв состоят вот то есть полосатый тигр он только в зоопарке такой красивый полосат но если его засунуть в природу куда-нибудь по осени да или всех этих гепардов то оказывается что они очень хорошо закамуфлированы и так это очень еще не разберешь то есть надо смотреть быть внимательным сосредоточенным так вот все эти качества книжка позволяет сохранять а когда ты смотришь в источник и тебе вот прям пока вот да еще так смешно дергается лапками ну что тут разбирать то а так как подавляющее большинство информации вот такое и создавать эту информацию гораздо проще чем даже самую тупую книгу написать но согласитесь проще взять телефон и тупо что-то наговорить вот кто-то скажет что я говорю очевидные вещи какого хрена повторение мать учения вот это к чему я следующий шаг который меня вот куда-то ведет вот следующего к чему я прихожу ну это а вот эти вот все экраны это же реально нам вот это примитивное среднее образование до девятого одиннадцатого класса нам что без этих всех проекторов там вот этих компьютеров да вот эти все задания на дом вот эти все электронные дневники да и вот представьте ребенок не окрепшие мозги которые вот инстинкты и вот эти хотелки уже есть а неокортекс надо еще формировать долгими упорными усилиями вот он в одно и то же вот в это должен заглянуть и там выбрать для себя не окрепшими мозгами вот он сколько-то в домашке там просидит или достанет ее посмотрит или он сначала куда-то залезет потом через полчаса вспомнит что он залез за домашкой если вспомнит или пока ему подзатыльник не дадут да ну кто-то скажет у нас все хорошо у одних хорошо потому что просто склад ума характер т т т т т у ребенка это единичные варианты ну то есть они от вас опять же не зависели а у кого-то хорошо у кого-то дисциплина да мы про нее как-то говорили где-то не помню даже где в коротких или в длинных чтобы прийти к дисциплине то есть к определенному варианту поведения к способу поведения от чего-то от воли решения и так далее а не от эмоций инстинктов и так далее есть процесс дисциплирования и вот и приехали мы опять неужели нельзя среднее образование мы волнуемся за ребенка у него должен телефон он должен быть на связи ну на связи может быть это и хорошо другое дело что ну если вы очень сильно переживаете то даже не вспоминая там советский союз а вспоминая там партнеров наших которые уже жили при капитализме но у них еще тоже не было сотовых телефонов ничего как-то там среди детей проблем было не так много может временами больше чем в советском союзе но не из-за того что давали детям телефоны или нет общество либо было проблемное либо не было проблемное телефонами это никак не решается да вы звоните а ребенок не берет телефон потому что его уже за шкирку утащили а телефон выбросили и тогда смысл вашего телефона какой смотрите ролики там Лиза Арлетт есть такая а вот организация добровольцы там ищут потеряшек людей вот они показывают как можно без рукопачного боя без телефона ребенка с телефоном и т т т т т т т просто за ручку увезти с площадки наговорив ему всякой пурги вот поэтому если вы сильно переживаете то вам либо ко мне либо к какому другому очень дорогому популярному психологу я что-то попытаюсь объяснить и он тоже что-то пытается объяснить вот а контроль это дисциплинирование процесс своеобразный тяжелый он требует так сказать погружения поэтому не хочется хочется решение простого вот тебе таблетка вот тебе телефон или еще проще вот тебе от головы тебе от живота и вот вам телефон на этой оптимистичной ноте я вам видите дал все ответы и закончу видите льер контин в